Впервые в репертуаре труппы инклюзивная саунд-драма, где возможно путешествие из реальности в миф, из быта в легенду, из шума в музыку и размышления о том, на что можно пойти, чтобы идеальный мир действительно существовал. Страна слепых задает много философских вопросов о добре и зле, эмпатии и поддержке. Режиссером спектакля выступил Денис Бабурин. Он волновался до премьеры и был в напряжении во время. Выдохнуть удалось, лишь услышав громкие аплодисменты зала. Да, вся задумка была передана и моя, и хореографическая, и актерская задумка. Все было так, как оно должно быть. Задача понята зрителями. Кое-кого видел слезы, видел раздумья, значит, мы сделали все правильно. Театр должен заставлять зрителя размышлять, плакать и смеяться, говорит Денис Бабурин. Люди не замечают той красоты, которая находится вокруг них. Они стараются больше подстроиться под окружающий мир, под окружающие события. И очень многие глушат в себе свою истину, свою правду, свою жизненную цель. Вот и все. Главную роль исполнил актер Гагаузского национального театра имени Денис Сатана Согла Анатолий Радулов. Его герой, молодой архитектор, волей случая перенесен из типичного мегаполиса в затерянный мир, все жители которого слепы и не подозревают о существовании других людей. Жизнь среди незрячих и лишенных всех пороков приводит главного героя к осознанию неизменной истины. Нет ничего страшнее слепоты зрячих и глухоты слышащих. В итоге герой Анатолия Радулова оказывается перед сложным выбором. Он готов даже лишиться зрения, потому что понимает, он же изначально как бы противится этому миру. Он считает их скотом, считает, что они обезьяны вообще, что они дикари. А после, когда он уже понимает, что их мир намного чище, нежели современный мир наш, искаженный богатством и прочим, он уже меняет свое мировоззрение и где-то смиряясь уже идет ради даже и ради каких-то ценностей. Премьеру спектакля «Страна слепых» можно назвать двойной. Зрителю была предоставлена возможность выбрать, на каком языке смотреть его. 18 декабря на ГГУском, 19 на русском. Постановку на родном языке предпочел глава муниципия Чедерлунга Анатолий Топал с супругой и дочерью. Спектакль, наверное, дает нам понять, что такое жизнь, как меня надо любить действительно. Я очень выражаю большинство нашим артистам. Они действительно делают очень доброе дело. Они учат очень хорошие вещи. И, конечно, я им желаю здоровья, терпения в это сложное время, чтобы побольше государство их поддерживало и чтобы они двигались вперед. Они идут очень правильной дорогой. Хочу, чтобы приходило побольше все-таки зрителей, чтобы они могли, чтобы они вышли, чтобы они увидели полный зал. Все-таки им это будет приятно очень. «Страна слепых» – уникальный спектакль и по своему жанру, и по исполнению. С этой постановкой ГГУский национальный театр имени Диониса Таносогла примет участие на международных театральных фестивалях русскоязычных и тюркоязычных.